здравствуйте дорогие зрители сегодня тема у нас это обувь темы девочки очень любим обувь я очень люблю обувь меня и очень много у меня и целая коллекция в том числе мне очень много нарядной обуви которая стоит у меня в шкафу без всякого дела стояла до тех пор пока я не придумала как меня носить так чтобы она была в использовании не просто так стояла что я имею ввиду поднарядные обуви это обувь туфли-восоножки на каблуке с какими-то стразами блестками я не знаю вышивкой ну в общем такая обувь которую на каждый день не поносишь такую обувь не носят каждый день плюс ко всему она на каблуке но насчет каблука я хочу вот что сказать я живу от машины в дом машину в дом я не я очень мало хожу каблук меня не пугает наверняка если мне нужно выйти в магазин или пройти там по району по окрестностям я конечно же надевать кроссовки у нас их называют сникерсы вот и или какие-то макосины или какие-то мюли или что-то такое без каблука конечно же но вот если я иду на работу или я иду куда-то с друзьями то я могу одеть каблук совершенно спокойно потому что на работе я езжу на машине на работе тоже сижу и если я выхожу изменить туалет или там за кофе в ланшрун вот это вот все мои покупки на работу поэтому я могу спокойно носить каблуки я каблуки люблю я маленького роста я считаю что каблуки мне придают какой-то легкости тонкости моей фигуре ну так мне кажется я старомодный человек люблю каблуки что падет и у меня знаете я вообще страшный шапоголик и и шузоголик да красиво сказал у меня еще очень маленький размер 35 5 наш американской 35 европейский и на мое счастье или несчастье очень часто у моего размера остается в наличии и доходит до самого так сказать последнего клиренса то есть до самой низкой цены по которой магазин не продает что настоить стоит 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 она на них падает падает памятного нас ждет меня потому что никто больше кладем он что никто у меня влезть не мы садов меня такая у меня нога и я конечно когда вижу вот что такое красивое и необычное и счетно хорошие деньги я конечно мог удержаться покупаю нащ how to do more потом там не стоит потому что в принципе как будут ни на каждой день и всё сегодня довольно затруднительно с чем-то ее надо сочетать в общем, она, знаете, такая обязывающая, то есть, если вы ее одеваете, вы уже как бы имеете в виду, что вы как будто бы нарядно одеваетесь но я придумала, как ее носить так, чтобы это не выглядело нарядно и не выглядело очень торжественно, вернее, не то, чтобы я придумала я думаю, что это придумали для меня я просто хочу вам показать, как я ношу ее как я решила этот вопрос какой-то излишней нарядности и я вам сейчас покажу естественно, как бы это понятно, что для того, чтобы носить эту обувь не выглядеть слишком нарядной, как бы овердрест, как это у нас называется слишком разодетым ее нужно носить с чем-то очень-очень простым и даже, в принципе, вы знаете, как я люблю носить платье и юбки, но я стараюсь, чтобы эти вот босоножки и тупли не носить ни с платья, ни юбки, ни с юбкой потому что платье и юбки взрывнувает уже какой-то нарядный элемент так сказать, выхода, на выход а, как правило, я ношу их либо с джинсами, либо с какими-то брюками довольно простыми и даже если я ношу их с джинсами, то я ношу их с джинсами ну совсем такими, знаете, вот бойфрендами дранами, рванами, такими совсем какими-то вот бомжатскими вот, я вам сейчас покажу с чем у меня, видите, вот тут вот арсенал выложен я вам сейчас буду показывать, примерять и в общем, объяснять немножко ну, что тут объяснять, понятно, да? ну, в общем, я вам буду показывать и сбоку с этой стороны, наверное, пущу свои примерки только свою нижнюю часть вот так вот верхнюю, а сбоку у меня будет нижнюю часть вот, хорошо, давайте буду вам показывать, с чего мы начнем начнем мы начнем мы вот с таких вот босоножек это такие темно-темно-зеленые замшевые петоножки которые имеют такую вот завязку которая закручивается вокруг ноги вот так вот ну, они довольно нарядные что вам сказать? потому что это бархат, это тут какие-то элементы бантиков, в общем нарядный каблук вот и ношу я их ношу я их придумала их носить вот с такими вот зелеными атласными, шелковыми брюками немножко они мягкие прошу меня простить я их не откладывала вот и я их по-новомоднему завязываю знаете, вот эти завязки вокруг ноги и вокруг брючин и, в общем, вот таким вот образом создается такой модный силуэт который немножко такой не очень не очень сильно нарядный но в то же время такой модный элегантный современный их, конечно, можно носить еще с чем-то но за счет того, что цвет тот же самый зеленый и, в общем, как бы получается это такой ярко-зеленый эти босоножки темно-зеленые видите, как они сочетаются и получаются довольно красиво, на мой взгляд следующие нарядные босоножки мои это вот такие босоножки с камнями и стразами разноцветными сваровскими почти что не сваровскими не буду вас обманывать и их я ношу вот с такими совершенно-совершенно рваными джинсами причем, знаете, рваными сильно вот такой вот огромный перо на колене сейчас я больше хочу сказать я знаю, что рваные джинсы сейчас не модны я знаю, что это сейчас как бы немножко не тренд даже я бы сказала анти-тренд ну вот понимаете, что я люблю рваные джинсы мне совершенно не важно на самом деле тренд это или не тренд я их начала носить когда они только появились наверное 20 лет назад то есть вы появитесь что это же не новомодний тренд рваные джинсы они появились очень давно потом они перестали быть трендом потом они снова вошли потом перестали снова вошли на самом деле я считаю, что тарванина никогда никуда не уйдет потому что это уже такая классика как skinny jeans как косуха которая все периодически объявляет анти-трендом но на самом деле это как бы это уже как вот знаете сказать, что джинсы анти-тренд вдруг джинсы никогда не могут стать анти-трендом и определенные джинсы я считаю, что рваные джинсы это какой-то такой определенный стиль такой стилесоздающий элемент который всегда можно обыграть современно и актуально в зависимости от того с чем его надеть и в принципе да рваные джинсы не ушли сейчас продолжают быть модные джинсы немножко рваные сильные вот такая вот рванина на колене, она вышла более-менее, вышла из моды. Ну, скажем, не то, что вышла из моды, а они находятся на пике моды. Но, тем не менее, я их ношу, потому что мне они нравятся и потому что я могу их так обыграть, что это не будет выглядеть не модно и не актуально. Плюс, смотрите, я не стилист и не модный блогер. Я обычный человек, который имеет свои приоритеты в одежде и в обуви и вообще в том, что я надеваю, ношу. Мне нравятся рваные джинсы, я их ношу. Я же не показываю тут как бы вот последние модные тренды и модные тенденции. Я просто вам рассказываю, как я это ношу и я думаю, почему-то мне кажется, что есть очень много людей, которые продолжают на такие рваные джинсы. Может быть, я не права, конечно, но... Все, я ношу рваные джинсы. Очень сильно рваные, с большими дырками. В общем, вот с такими. Да, значит, и вот с такими вот пацанушками. С этими блестящими камнями, разноцветными. Очень красиво. Еще одни пацанушки. Тоже очень нарядные. И они, знаете, такие черные замшевые с такими камушками блестящими. Пожалуйста, проигнорируйте мои ногти, которые до сих пор находятся в таком же плачевном состоянии. Вот как я вам тогда показывала, если их покрасила, так я и хожу. Салон до сих пор закрыт, и я до сих пор мучаюсь. Надо бы уже перекрасить, но вот руки не доходят. А видите, вот с такими вот камнями, значит, это тоже, это пацанушки. Кстати, о ногтях. Я, чтобы продемонстрировать вам вот эти вот все пацанушки, свеже сделала сама своими руками педикюр. Как бы старалась. Получилось, как получилось. В общем, не могла я позволить себе примерять пацанушки без более или менее свежего педикюра. Но опять же, поскольку все закрыто, делала это сама своими руками. По-моему, получилось неплохо. Я вообще... Может, зачем я поехал и плачу такие деньги в салон, и когда я могу все это сделать прекрасно сама. Так вот, такие пацанушки. И я тоже их ношу с джинсами. Пацанушки очень нарядные. Я ношу их с джинсами, тоже с дырками. тут дырки не такие большие, а поменьше. Просто такие вот аккуратные дырочки, отвороты. Они такие бой-тренды. Очень такие, знаете, очень кешу такие стиль бомжа. И я считаю, что вот с этими пацанушками они выглядят очень хорошо. Во всяком случае, мне нравится. Во всяком случае, я совершенно спокойно ношу вот эти надеваю эти пацанушки с такими джинсами и не чувствую себя какой-то золушка на балу, что я одета не в тему, как бы я слишком разодета. И в принципе, я вполне себе даже очень чувствую себя нормально, как бы никак, никак не, ничего мне не мешает, так сказать. Да? с этими же джинсами с этими же джинсами я надеваю. Я надеваю вот такие босоножки, которые являются золотой металлик. Тоже довольно нарядные. Ну, знаете, в меру нарядные. Вполне себе такие, видите, они такие плетеные. Здесь, здесь сзади у них такое плетение. Сейчас я их померю. Ну, в общем, каблук такой блестящий. С этим же джинсом я надеваю. И тоже выглядит это довольно красиво. И вообще, вот это сочетание красивых таких тонких босоножек с ремешками и вот с такими вот джинсами травными и с отворотами выглядит очень красиво. Они немножко клюшные, но они не очень длинные. В общем, обувь-то дна. Но сочетание таких, знаете, не очень нарядных кежуал джинс и вот таких вот босоножек, оно выглядит довольно неплохо. И то же самое, те же самые джинсы я надеваю вот с такими вот лодочками. Посмотрите, какие они красивые. Сейчас, они только вуку. Здесь они такая вышитка. И зажатка. Жар птичек. Павлик, жар птичек. Тоже ношу. Вообще лодочки очень красиво с джинсами. Я вообще очень люблю лодочки с джинсами. Эти лодочки очень нарядные. знаете, атласно-желто-золотого цвета. Я их надеваю в какой-нибудь тонкой такой блузкой, однотонной, тоже какого-нибудь такого золотистого цвета. В общем, получается нарядно, но в меру. И в это можно пойти в любое кафе, ресторан. В принципе, знаете, здесь в Канаде не очень умережается. Люди, когда ходят куда-то в кафешку или в ресторан, попить кофе или пиво или вина. Здесь не принято сильно наряжаться. Как правило, люди идут в джинсах. Но я хочу привнести какой-то элемент нарядности в этот аутфит. Я надеваю, да, джинсы, но я надеваю вот такие вот красивые туфли или красивые бусоножки, какую-нибудь такую ковточку с люриксом, чуть-чуть такой, с блестками, чуть-чуть, с файетками или с вышедкой или с чем-то таким. В общем, как я в джинсах, а вроде бы как я девочка нарядная. Следующие бусоножки это тоже металлический металлик, но серебряный. Вот такие вот. Просто две перепонки, каблук, ремешок вокруг щеколотки. Тоже очень изящные, очень красивые. И их я надеваю вот с такими синими атласными брюками. Они вроде бы как и атласные, а вроде бы как спортивные. Знаете, они резинки вот с такими вот карманами здесь и с бантиком с завязочкой вот тут. То есть они не выглядят очень нарядно. У них как бы нарядная ткань, но они, в принципе, сделаны как спортивные штаны. Шелковые, атласные и к ним я надеваю вот эти вот пусоножки. Получается и кежуал, нарядные, не очень нарядные, элегантные и так в меру элегантные. В общем, еще одна пара пусоножек. Очень-очень красивые пусоножки. И сделаны из такого розового золота. Тоже такая вокруг щиколотки телефонка. И сделаны они сделаны такие, знаете, вот такие вот листья. очень красивые и очень нарядные. Я их надеваю вот с такими вот простыми, простыми совершенно тоже льняными брюками синего цвета. Ну, в принципе, можно и с белыми, можно и с любого цвета льняными простыми брюками. У меня еще-таки защитные льняные брюки. Просто вот эти брюки, они как бы такие пляжно совсем-таки ненарядные, в общем, в принципе, довольно кежуал такой вариант вот с этими пусоножками. В принципе, я когда ношу, я тоже не чувствую себя все разодета. Как-то овердрест, а вполне даже очень обычный. Не чувствую на себе какие-то взгляды странные, что я как будто на балл пришла. Тоже можно с джинсами. То есть, это все можно менять. Эти все брюки, пусоножки, я их все меняю, миксую и варьирую. Ну, вот просто показываю то, что я примеряла, то и показываю. Вот. И последние пусоножки. Это очень-очень красивые пусоножки на довольно устойчивом таком каблуке. Красота их в том, что у них есть вот такие вот через ногу как бы перепонка с такими металлическими золотыми цветами. Ну, совершенно-совершенно офигенные красоты пусоножки. Серьезно. Просто, ну, вот, красивые, красивые пусоножки. И к ним я нашла, у меня есть такие зеленые защитные, как, в общем, совершенно совсем ненарядные брюки высокой посадки. Красота заключается в том, что по ним идет вот такая вот дубликация, какой-то такой, что-то такое вишня цветущая, сакура, магнолия. Ну, в общем. Опять же, я их купила в Заре, тогда, когда в моде было страшно, в моде была вышивка. И мода на вышивку ушла, но брюки я продолжаю носить, потому что они красивые. Ну, посмотрите, они тоже очень-очень красивые. И вместе с этими пусоножками тут такие похожие цветы. Вообще получается комплект. Правда, ну, брюки с вышивкой, но очень, видите, такой защитный милитарий стайл, абсолютно ненарядные брюки. Вот. И с этими пусоножками это выглядит очень гармонично, очень красиво. Да, вышивка как бы вышла из моды, но я не считаю, что вообще вышивка может быть из моды. Опять же, вышивка это не может быть анти-тренд, потому что вышивка это вышивка. Это как бы то, что как в клетках горошек полоски. Вышивка рваные джинсы, джинсы скини. В общем, все эти вещи, которые входят в тренд и выходят из тренда, но в принципе они никогда не выходят из моды. В принципе, у них всегда можно выглядеть красиво и актуально. Все. Показала все, что я хотела показать. Надеюсь, вам понравилось, было интересно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайки, я всем очень рада. Пишите мне комментарии, что вам понравилось, что вам не понравилось, что вы считаете имеет место быть, что нет. Люблю, целую. Увидимся в следующем видео. Пока-пока, Баня. Пока-пока.